Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Клуб миллиардеров. Лос-Анджелес, начало 1980-х. Компания молодых людей решает провернуть аферу, благоприятный исход которой сулит огромные деньги. Схема обогащения оказывается жизнеспособной и вместе с тем смертельной. Проект Икс. Дорвались. Сюжет фильма рассказывает историю трех поначалу никому неизвестных старшеклассников, которые пытаются заявить о себе. Их задумка выглядит вполне невинно. Надо просто организовать незабываемую вечеринку. Но к такому они готовы не были. Молва разлетается слишком быстро. Рушатся мечты. Уже испорчена репутация. Но одновременно зарождаются легенды. Ибица. Серьезная и ответственная девушка по имени Харпер решила отправиться в служебную командировку в прекрасный город Барселона. И совершенно не ожидала, что такая важная поездка может повернуться в совершенно другую сторону. Ведь ее неожиданными спутницами стали лучшие подруги, которые почему-то решили, что Харпер уже давно как следует не отдыхала. Приехав в Барселону, с девушками происходит ряд забавных и интересных происшествий. А заканчивается это и вовсе неожиданно. Красавицы отправляются на Ибицу, место развлечения и удовольствия граждан со всего мира. И здесь может запросто произойти практически все, что угодно. Огненное веселье, флирт. А может быть встреча настоящей любви и незабываемых ощущений. Великий Гэтсби 2013 года Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и королей контрабандного алкоголя, Ник Каррауэй приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную американскую мечту, он селится по соседству с таинственным, известным своими вечеринками миллионером Джейм Гэтсби. А на противоположном берегу бухты проживает его кузина Дейзи и ее муж, повеса и аристократ Том Бьюкенен. Так Ник оказывается вовлеченным в захватывающий мир богатых, их иллюзий, любви и обманов. Он становится свидетелем происходящего в этом мире и пишет историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческой трагедии, которые являются отражением современных времен и нравов. Среди зеркалом ванной. История наберет в леса, подсоединяется с друзьями, проживается на избежавшего пота, приятно прекратить ветер, и путь в дни подковосимый автомобиль, чтобы снова оказаться перед зеркалом в той самой ванной. Ситуация повторится снова и снова. Каждый раз Назя умирает и приходит в себя в одном не только в месте, а разобраться в учениках для временной петли и скоропастивно исключаться оказывается не так-то просто. Гости. Юная Катя знакомится с веселой компанией приезжих ребят, у которых есть специфическое развлечение, устраивает вечеринки в чужих пустующих домах. И Катя знает подходящее место, стаменная дача на побережье, хозяин которой домой уехал. Уединенный расположенный дом, в котором в начале прошлого века был спиритический салон, кажется всем отличным вариантом. Тревожный, даже жуткая заброшенность этого места никого не отпугивает. В разгар вечеринки появляется тот, кого Катя никак не ожидала увидеть. Таинственный хозяин дома. Человек, которого она любила. Человек, находящийся во власти потусторонних сил. Красотки в бегах Сверхдобросовестный офицер полиции Купер гордится своим назначением на, казалось бы, простое задание – сопроводить жену мафиози, Даниэлу, через весь Техас в Даллас, где она и муж должны дать показания против крупного наркобарона. Однако при встрече с паралитистой миссис Рива, колумбийской красоткой с пышными формами, чьё упрямство столь же выразительно, как и её акцент, ей становится ясно, что поездка будет непростой. И прежде чем они успевают договориться о том, сколько туфель на шпильках сможет взять с собой очаровашка Даниэлла, полицейские и мистер Рива попадают под обстрел, превращая жену последнего во вдову, а предполагаемую лёгкую прогулку из Сан-Антонио в Даллас в прятки на выживание, на перегонки с пулями. Даняя дорога, 2015 года. Люк – экс-чемпион Парадео, раздумывающий над возвращением в спорт. София – выпускница колледжа, получившая заманчивое предложение о работе в сфере искусства в Нью-Йорке. В то время как молодые люди пытаются сделать нелёгкий выбор между чувствами и мечтами, жизнь сталкивает их со стариком Айрой. Воспоминания нового друга о его полувековых отношениях с женой вдохновляют Софию и Люка на главные решения в их жизни. Два поколения, две истории, вечная любовь. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова